Мастеру Калашникову, вторую линию полимерных покрытий запустить. Внимание по линии, запуск ОВП номер 2. Вот он, долгожданный запуск второй линии полимерного покрытия металла. Здесь оцинкованный металл окрашивают полимерами различных цветов, для того, чтобы он стал стойким к коррозии и также был более декоративным. Стоимость агрегата, который пустили сегодня, состоялась выше 2,5 миллиардов рублей. Я хочу пожелать и уверен, что благодаря мастерству вашему прежде всего, благодаря отличному оборудованию, благодаря, я очень надеюсь, такой же, как и в 2005 году, качественной работе всех подрядчиков, проектировщиков, монтажников, строителей, этот агрегат будет не хуже, как минимум, а может быть и лучше. Чем первый. Такой металл с полимерным покрытием широко применяется в строительстве. Из него делают металлочерепицу для крыш, стеновые панели. А еще он используется в производстве корпусов для так называемой «белой техники» – холодильников, микроволновых печей и стиральных машин. У нас в технологии мы добились того, что мы можем производить металл в количестве 21 цвета. Можем делать одностороннее покрытие, и если потребитель хочет заказывать у нас металл, можем его производить с двухсторонним окрашиванием. Вся эта продукция проходит проверку качества в одной из лучших лабораторий России. Тем самым череповецкий металл составляет здоровую конкуренцию не только отечественным, но и европейским аналогам. География в силу структурного инвестирования очень сильно разнится, потому что если инвестиционный поток мощный идет, допустим, на юг Российской Федерации, как мы знаем, там сочинские проекты, сейчас там очень высокий уровень потребления в этом продукте. Планируем, что к следующему году это, скорее всего, будет Москва и Московская область. Значимость запуска новой производственной линии на Северстале оценили все. Руководство и работники предприятия, власти – городские и областные. Вся Вологодская область, Северсталь в том числе и другие компании вышли на промышленные показатели, производственные показатели докризисные. Мы вышли на уровень 80 миллиардов рублей инвестиций в год, благодаря в том числе и таким проектам. На агрегате работает свыше 50 высококвалифицированных специалистов. Кто-то упаковывает готовый металл в рулоны, а кто-то занимается подачей самих полимеров. А вот управляют сложным процессом покраски металла всего несколько человек. Агрегат полностью автоматизирован, очень много применяется компьютерной техники, минимум ручного труда. Благодаря запуску новой линии производство металла с полимерным покрытием в следующем году удвоится до 400 тысяч тонн в год.